Здравствуйте, дорогие друзья, народ России, армяне, русские. Последнее время начали болтать всякие гадости против великого армянского народа. Я чувствую, что кто-то хочет сломать дружеские отношения между Россией и Арменией. Если чужие нам люди сказали бы такие сплетни, это можно понять, потому что они нам чужие. Вот, например, один из известных писателей Грузии, Сергей Сакай, об армян пишет, «Армяне не львы, а шакалы, служащие могущественным государством». Как не стыдно, но все равно можно понять, это же Грузия, враг России, а армяне – друзья России. А посмотрите, что говорит Карл Маркос, так называемый идеолог. Армяне – первая нация, начавшая использовать своих женщин в качестве подстилки под другие народы. Какая чушь! Откуда ты знаешь это? А великий поэт Сайди Ширази пишет, «Армянин – змея лица земли, враг человечества». Александр Дума, великий писатель, пишет, «Они превратились, тоже, в смысле армяне, превратились в мошенников и лжецов». Их можно понять, они все наши враги. А когда таких слов много, а когда русский человек говорит об армян, гадость – это уже любого армянина сердце трогает. Например, великий Грибоедов пишет, «Не разрешайте поселения армян на центральных землях России. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов». «Разве армяне такие? Я не понимаю, такой человек как может ошибаться». Или самый пик, первый мыслитель русской литературы Лев Николаевич Толустой. Он пишет, «Переселение армян на Кавказ – это, по сути, предательский удар ножом в спину кавказским народам». Получается, что армяне приезжие – это древняя нация, народ, приезжие, да? Это же неправда. И как стыдно, когда такие гении, русские гении, пишут такие слова о великом армянском народе. А слова известного поэта Маяковского вообще ужасны. Я не знаю, что сделало армяне плохого против него, но он пишет, «Я на Кавказ совершил походов, немало видел чест народов, но как армян еще уродов, поверь, не видел никогда. Для них достоинство игрушка и смелость просто безделушка. А мужество, как погремушка, висит без дела между ног. Они трусливые и ужасны, продать и матушка согласны. Их если много, то опасны, поодиночке, как шеньки. Здесь вообще ругаются, потом. А численностью не растут, у них ни веры, ни культуры. Мужчины тупые, бабы дуры, друг друга хайцем зовут. Какие оскорблящие слова. Зачем? А пик русской литературы, идеал русской литературы. Александр Сергеевич Пушкин. Армян, потомок обзян. Ты просто падал поколений. Заслуживаешь ты расстрел. Слабейший ты из всех звеней. Когда ты же сдохнешь на конец? Наконец. Когда закончатся конфликты? Когда закончишь ты всем врать? Когда же прекратятся мифы? Когда поймешь ты, наконец, что орать не будет вашим? И падший грешный твой народ останется навеки падшим. Мы будем свято верить в счастье, чтобы не видать от вас невзгод. Сожжем огнем мы правосудным тебя и глупый твой народ. И вновь наступит мир добра. И мир, который процветает. Мир без армян. Мир без зла. Мир, что надеждой окрыляет. И будет счастье на земле. И будет мир между всех народов. И солнце выглянет опять из-за покрытых тумой сводов. Армяны, скоро ваш конец. Конец, который неизбежен. Поймите же вы, наконец, Мир без вас совсем уж тесен. 1837 год. Гибралтарские писания. Но мне радует, что современные русские давно уже не читают своих классиков. Уже в телевидениях есть люди, которые распространяют вернее делают пропаганду, которые помогают нашим дружеским отношениям Армении и России. Меня это очень радует. А в конце от своего имени и от имени великого армянского народа я русскому народу в 124 миллионах российского народа Россию хочу делать маленький подарок. Петь любимую свою русскую песню. Паю, пай, должны все люди ночью спать. Сзади мы устали очень. И поймать первое шар птицы ты не пожелай. Паю, пай. Увидимся.